В этом видео не будет никаких гайдов, как что-либо сделать. Я просто хочу поговорить на свою самую любимую тему в игре Star Atlas. Это земля. Мне эта тема очень нравится, потому что земли будет мало, очень ограниченное количество. И очень интересный момент, что на данный момент официальной продажи и официальной цены еще нет. Она будет только где-то в мае, насколько я помню. Но купить уже можно на децентрализованных площадках. Об этом я записывал целых два видео, как это купить. Цены уже есть на вторичном рынке. Мы можем видеть вот, например, Tier 2 земля сейчас продается по где-то 200 долларов. Пожалуйста, берите, покупайте. Но официальной цены и официальной продажи еще нет. И поскольку это будет достаточно ценный ресурс, их очень ограниченное количество, тема для меня очень интересна. Поэтому в этом видео мы будем говорить именно об этом, посчитаем цифры, предположим сколько она будет стоить. И сейчас я объясню, почему нам нужно быть готовым к этому. Многие люди пишут, что там земля будет продаваться по 50 долларов, по 100 долларов. Ну, например, первый тир возьмем. Да, все по порядку. Первый тир мы видим на официальном сайте написано максимальное количество земли. То есть мы видим, сколько будет всего земли первого тира. Итак, сейчас я просто коротко объясню, почему нам нужно быть готовыми к этому. Не так давно до стейкинга кораблей. Я записывал видео, что такое мини-игра, как это будет работать. Я показывал, записывал видео, как нам нужно подготовиться к мини-игре. И, пожалуйста, смотрите таблицу. Это клановая таблица, не официальная, с ценами. Она до сих пор существует. Только то, что вы видите сейчас зеленое, оно уже стало красным сильно. Я записывал это 11 декабря. Не помню, когда вышел стейкинг. В общем, записывал. Было уже известно про стейкинг кораблей. И я уже к этому готовился заранее. Вот, пожалуйста, как вам такие цены? Я покупал Opel Jet по 13 долларов. Jet Jet мы покупали по 185 долларов. Здесь просто цена уже изменилась. Она постоянно здесь менялась. Но в любом случае, как вам Jet Jet за 200 долларов? Неплохо вроде бы, да? Или, например, в ZUS по 900 долларов. Вообще, тут много интересных было. Вот все, что видите зеленое. Это, грубо говоря, скидка на корабли, которая была. И если вы не верите какой-то таблице из видео, то у меня есть еще одно видео, как я рассказывал, как купить корабль на официальном сайте. И для примера я покупал корабль на официальном сайте именно Jet по 13 долларов. И это, ну, я не знаю, это не может быть фейком. Просто посмотрите, здесь видно стоимость. И в Atlas было еще дешевле. И это было не каких-то там два-три жалких корабля в наличии. Если мы перемотаем, когда я переключаю, перематывать не нужно, переключаю в Atlas. Пожалуйста, мы видим две тысячи кораблей по 103 Atlas. Как вам такое? Кто готовился к мини-игре, тот заработал до стейкинга. Просто вы можете посмотреть. Я открыл уже цены. Где он тут? Нет, не открыто. Это легко исправить. Цены, которые сейчас есть, буквально через месяц. Apple Jet Jet, пожалуйста, за сколько? 227 Atlas или 23 доллара. По-моему, лучше подготовиться и... По-моему, это очевидно. Вот. Но вернемся к нашей земле. Сейчас мы имеем ту же самую ситуацию, которая была с кораблями. До стейкинга никому нафиг не нужны были эти джеты по 13 долларов. Вот их, пожалуйста, там висит. 21 тысяча кораблей никто не покупает, никому не нужно. Зато сейчас по 23 доллара покупаем. Конечно, очень надо. Итак, переходим непосредственно к самой земле. Мы видим... Начнем по порядку с первого тира. Я собрал уже небольшую информацию. У нас тут, когда мы открываем тир, у нас написано максимальное количество земли. Пятого тира у нас тысяча земли будет всего. Четвертого тира немножко больше. 1200 и так далее. На каждой земле, на каждой станции написано максимальное количество земли. Я просто коротко уже записал все это в блокнот и разделил только землю. Только первый, второй, третий, четвертый, пятый тир. На станции пока что не смотрите. Вот. Я записал просто их количество с официального сайта пятого тира. То, что мы видели тысячу. Четвертого тира тоже чуть-чуть больше. Просто взял цифры с официального сайта и разделил это на три группы. Условно сейчас вы поймете, почему. Начнем с первого тира. Их будет, скажу сначала, в общем все земли, всех тиров будет 23309 штук. В общем первого, второго, третьего, четвертого, пятого тира будет 23000 штук. Всего. Больше вообще не будет. Итак, первый тир. Мы видим, общее количество первого тира это 12703 штуки первого тира. Вот. Пожалуйста. Это я не выдумал. Это написано на официальном сайте. На данный момент эта земля продается. Если мы зайдем на Dexlab или Radium, без разницы, к стакану везде один и тот же. Откроем первый тир. На данный момент земля первого тира продается по 100 долларов за штуку. Не хочу никаких советов давать. На мой взгляд, это очень дешево. Берем просто для примера. В этом видео мы будем считать циферки. Что, сколько стоит и сколько, предположим, сколько может стоить земля. Мы просто берем корабль, который продавали примерно за 100 долларов. Поскольку мы будем сравнивать с землей. Вот она стоит у нас 100 долларов. Мы берем ближайший корабль к цене 100 долларов. По официальному прайсу 135 долларов продавался персик пятый. Их было 34000. Ну и на данный момент, конечно же, тоже есть 34000. Цена уже немножко поднялась, потому что из-за этого 185, буквально 3 дня назад я смотрел 160, продавались уже за 185. Но это все не важно. Мы просто сравниваем с землей примерно. Так вот, представьте, если у нас земля первого тира, в общей сложности ее будет 12000. А кораблей с количеством в 2-3 раза больше, стоимость начиналась от 135 долларов. Его официальная цена была. Так неужели первый тир земли, которых будет всего 12000 штук, будет стоить по 100 долларов, когда начнется официальная продажа? Вот только что, по-моему, мы видели с вами по 95. Не важно, эта цена постоянно меняется, иногда дешевеет, дорожает, стакан живой, все понимаете. Вот. Я не поверю, что эта земля первого тира будет стоить 100 долларов или 50. Ну, просто это, не знаю, невозможно. Я бы оценил ее, ну, минимально, может быть, ну, в 300 долларов, там, и до 500 долларов. Просто условно, просто, ну, я не верю, что ее будут продавать по 100 долларов или по 50. 200 как-то тоже, ну, скромновато. Это вот у нас есть опал джет-джет, их количество было 18000 штук. И было, и есть. И количество 18000 кораблей продавалось по 300 долларов. Земли будет еще меньше, земли будет первого тира 12000 штук. Я думаю, 300 долларов, это должна быть минимальная цена просто. Вот. Напоминаю, всех тиров, всех земель будет в общем 23000 штук. Почему я разделил их на категории? Потому что первого тира их 12000 штук. Далее, и это, и это, 12000 штук, это просто половина всей земли. То есть, первый тир будет самый, соответственно, ну, логично, да, самый дешевый, но он будет намного самый дешевый. Потому что его только первого тира больше, чем всех оставшихся. Первого, то есть, вот я тут еще одну цифру написал. Всех земель второго, третьего, четвертого, пятого тира, вот этих вот тиров, исключая первый их, 10000 штук земель будет, исключая первый тир. То есть, первого тира у нас намного больше, чем, ну, не намного, а просто больше, чем всех остальных. Итак, переходим ко второму тиру. Со вторым тиром все то же самое. Второго тира будет у нас 6000 штук. Это, повторюсь, я ничего не выдумываю, просто захожу на официальный сайт и смотрю, сколько их будет. 6000 штук. Это 6000 земель, это больше, чем всех оставшихся тиров, опять же. То есть, 6000 это больше, чем третьего, четвертого, пятого вместе взятых. Вот цифра очередная. Это 4500, это оставшихся третий, четвертый, пятый тир вместе взятые. Возвращаемся к цифрам. Это закроем. Это тоже можем закрыть. Второго тира земли у нас 6000 штук. На данный момент она оторгуется, земля второго тира, по 190, по 200 долларов. Мы просто смотрим для сравнения корабль, которых примерно 6000 штук. У них стоимость, пожалуйста, персик 6, 900 долларов за 7000 кораблей. Не за 7, а за каждый, но в общей сложности их 7700. Пожалуйста, опять 7700, стоимость 1000 долларов. То есть, я просто сужу по количеству общих кораблей и стоимости примерно. Вот она, одинаковая стоимость, одинаковое количество. Возможно, это не всегда так, но сравнивать нам как бы не с чем. Все, что у нас есть, это стоимость кораблей. Поэтому отсюда мы берем примерную стоимость. Так сколько же будет стоить земля второго тира, если ее общий сапплай будет 6000 штук? Я не знаю, конечно же, но предполагаю, что это будет никак не 200 долларов. Но я опять же не могу поверить, что она будет стоить 200 долларов. Я бы предположил, ну, от 500 до 1000 пусть будет. Ну, постараюсь скромно писать, чтобы, не знаю, чтобы никакие ожидания там ничего не ломать. Пусть будет как-то так, может быть. Просто сами представьте, если вы не согласны, если у вас какая-то другая информация, обязательно пишите в Телеграм, потому что тема очень интересная для меня. И если вам это тоже интересно, конечно же, интересуйтесь, пишите. Если у вас есть какая-то информация, то обсудить, пожалуйста, только за. Это очень интересно. Предполагаю, что это будет от 400, от 500 долларов. Не знаю, не поверю, что мы ее по 300 долларов продавали. Ну, даже если ее по 300 продают, это уже дороже, чем сейчас она продается. Третий тир. С третий тир и общее количество их 2000 штук. Там цены уже еще сложнее сравнивать. Это, я даже не знаю, какие корабли есть с количеством 2000 штук. Ну вот, вот этот, пожалуйста, 2000 штук. 2500 долларов он стоит. Ну, пусть будет от 2000 долларов. Я второй, третий, четвертый, пятый тир сильно не буду разбирать, потому что с этим еще сложнее. Ну, оно все сложно, непонятно, но с третьим, четвертым, пятым еще как бы более сложнее. И четвертый, пятый тир. Их практически одинаковое количество. По 1100 и по 1300 штук. Какая на них будет цена, понятия не имею. Пятый тир, кстати, сейчас продается на маркете по... Сейчас посмотрим. Были по 35 тысяч максимально. Пятый тир. Ну да, одно предложение по 15 тысяч, одно по 20, 25, 30 и 5 предложений по 35 тысяч. Ну, тут сравнивать ничего не будем. В общем, основной пор это первый, второй тир. Интерес, как бы, потому что цена достаточно низкая. Наверняка на третий тир тоже цена не высокая. Но пока что какие-то такие мысли. И самое интересное, вот вы, наверное, заметили, я также зашел просто на официальный сайт и посмотрел, сколько будет общее количество станций. 23 тысячи. Здесь почему-то 21 тысяча. Понятия не имею, почему. Есть одно предположение, что космическая станция, это когда мы добыли уже ресурсы свои на Земле и нам нужно их как-то монетизировать, материализовать, то нам нужно отправить наши ресурсы на космическую станцию. Вот на эту. Есть предположение, что, возможно, мы можем отправить на любую другую космическую станцию, не обязательно на свою, то поэтому их немного меньше. То есть нам не обязательно, возможно, даже не обязательно иметь ее у себя. Но это не точно, я еще не знаю. И горнодобывающие станции тоже 23 309. Интересное число, потому что общее количество всех земель, как вы заметили уже, 23 309. То есть общее количество земель равно количеству энергостанции и горнодобывающей станции. Точно равно. То есть теоретически получается, что на одну Землю идет одна штука mining drill и одна штука power plant. Теоретически как-то так. Это все мысли, которые у меня были. Пожалуйста, делитесь очень интересно.